вот вы представляете что подо мной подо мной примерно метр снега сверху надо мной два метра снега то есть я нахожусь в том месте где но если бы это было лето я вы просто бы там внизу вот так утонул бы то есть о чем мы сейчас говорим с вами мы говорим с вами о том что то что случилось 30 лет назад сейчас и происходит 30 лет назад восемь шестой год было очень очень много снега и в то то время когда я выходил на улицу но я был салопедом мелким естественно так вот даже у мелкого салопеда в резиновые сапоги вода заливалась да это было круто что сейчас мы происходит на нашей замечательной дорогах то бишь когда мы говорим что наша машина ездит по асфальту да мы ездим по асфальту но мы ездим по асфальту всего там ну четыре месяца в году ну пять месяцев году а потом наступает гололед то бишь ребятки сейчас все и всюду по весне месяце обязательно по эти ремонтировать свои машины другой варианты нет теперь другой вопрос как люди справляются таким количеством снегопадов и что вы поняли да то есть восемь шестом году не было такого количества транспортных средств ну не было ну не было такого представлять не было такого количества транспортных средств сегодня сейчас транспортных средств там в разы больше если честно вот к сожалению к сожалению мы сейчас порезали дрэп и то есть раньше было 3 теперь одно но и одно дрэп она занимается и она вам показывает что то что вы видите а вы видите следующим образом. Утром приезжаете, видите, что все в порядке в принципе. Так вот, они круглую ночь работают, убирают этот ваш снег. А вот давайте вернемся на круги своя. Год 1986. Город практически заканчивался на улице труда. Дальше, по сути, то и не было. Количество собственного транспорта в 100 крат ниже сегодняшнего дня. Контор по уборке города в три раза больше, плюс коммунизм. Убрали все быстро. Теперь сегодня ваши машины, разбросанные повсюду, не дают техники прохода. Зашибись! ДСУ сократили в три раза. Круто! Всем же казалось, что снег будет только в марте. Но где мы живем, то на Южном Урале. Это вам не Северный Кавказ. И природа показала свое лицо. У меня возникает замечательная проблема, да? Когда я снимаю нашу ДРЭП. Я просто людям объясняю, говорю наши грузовики по большей части возят в воду. Так ли это? Нет, почему же сразу в воду? Наши грузовики возят снег. Работаем в просуточном режиме. Ну, как вы могли заметить, возят снег по самые борта, да с горкой. Ну, конечно, когда это растает, будет и вода. А давайте поговорим, что в этом году у нас случилось. Народ-то что-то недопонимает маленько, что ли? Ну, наверное, нужно начать с того, что в этом году у нас выпало столько снега. Такого снегопада не было уже порядка 30 лет. Выпало практически каждый месяц у нас выпадает как минимум двухмесячная норма. В этом месяцу, февраль, месяц у нас побил вообще все рекорды. Выпала трехмесячная норма. Поэтому, что тут удивляться. С таким количеством снега нужно бороться, бороться и бороться. И сколько вы боретесь, чтобы люди поняли? Потому что сейчас уже ночь практически, да? Да. Работаем в круглосуточном режиме. Ежесуточно с улиц города у нас вывозится четыре с половиной, пять тысяч кубических метров снега на свалке города. То бишь, надо людям объяснить, что люди не работают с утра до вечера, дорогие мои. Мы работаем и ночью в том числе. Мы работаем круглосуточно по вывозу снега. Мы работаем круглосуточно с грейдерами, по грейдеровке, по сниманию накатов ледяных с улиц города. Больше того, мы перешли на так называемый карьерный метод. Наши грейдера работают на объектах в круглосуточном режиме в полном смысле этого слова. Они работают до того момента, как подъедет механизатор, следующий поменяет его на месте. В течение дня также подъезжает бензовод, заправляет технику на месте. То есть максимальное количество времени наши автогридера в круглосуточном режиме находятся на улицах города. Но теперь стало проще. Мы потихоньку начали грамотно распоряжаться бюджетным. Стало много контор, у которых погрузчики. И транспорт, и это не те семитонные КАМАЗы. При грамотном отношении все убирается легко. Только вот вы неграмотные. Посмотрите на знаки. Не ставьте машины на улице. Сроки работ будут ускорены. Так что, господа, дураки на дорогах это и вы в том числе. И не надо наезжать на ДСУ. Машины в квартал и порядок станет больше. Теперь мне бы хотелось сказать, да, будем надеяться, в этом году мы увидим, что мы в этом году увидим. Мы в этом году увидим, а что мы в этом году увидим? Мы в этом году увидим грибочки. Потому что снега много, и дай бог, что все так и случилось. Вот. Будем надеяться, что все и этот таяние льда проскочит нормально и ровно. И в итоге, и в итоге, в конце этого года мы получим дивный результат. Потому что в течение трех лет после того момента, как все затопило, у нас грибок как-то и не было. А в этом году, надеюсь, будут. Я надеюсь, в этом году вспомню то самое время, когда ночью, у меня два раза такое было за всю мою жизнь, да? Один раз это был 86-й год, другой раз мы в каком-то 2003-м году или 2002-м году в Медяке все это сделали. И вместе, уж тогда вместе с супругой, нам эти грибы ночью снились. Так что будем надеяться, что все будет нормально. А снег, со снегом мы скоро побареремся.